Просто надо работать и стараться забивать первыми. Я думаю, тогда придут победы. Пусть Ишелага пересекаться, он уже завелся. Немножко его подергайте. Только не деритесь. Самое важное, просто поверить. Хорошо, Гриш, хорошая борьба. Молодчики, молодчики. Вот две минуты большинства для Лиды. И мы решили все же еще раз с Юрием Николаевичем Чуком пообщаться в прямом эфире. Это должно быть все открыто. Это все должно быть для общественности, для публики, для зрителей. Все, что интересно, я на все готов. Гастроли московских коллективов в Минске продукт востребованы. Гостей у нас жалуют внимание. Правда, на турнирном положении наших данные визиты сказываются плохо. Неизменный аншлаг единственный положительный момент. Но в сухом остатке баранки в графе набранные очки. На неделе «Динамо» дважды уступала представителям Москвы. ЦСКА проиграли 0-4, одноклубникам 1-4. В ноябрь команду занести себе в актив точно не может. Понедельник – это время ясное хоккея. Здравствуйте. Близость экватора гладкого сезона КХЛ подталкивает к подведению промежуточных итогов. Главный – динамовская молодежь растет, крепнет, и за ней приятно наблюдать. Экватор регулярного чемпионата – это такая отметка, на которую уже можно и даже нужно делать выводы. Один из самых главных – рост болельческого интереса к зубрам. Да, динамовцы захватили еще не всех любителей спорта, но на пути к этому. Давайте взглянем на сухие цифры. Динамо провело уже 19 домашних матчей, и средняя посещаемость в них более 10 тысяч болельщиков. Впервые за 4 года Динамо собрало аншлаг на дебютной игре сезона, и теперь старательно удерживает взятую планку. Трижды на Минской арене случался солд-аут, еще три раза команда собирала по 14 тысяч зрителей. При том, что играли динамовцы стопами не всегда. Ну, за последние пару сезонов, да, я соглашусь, болельщиков прибавилось, и люди стали болеть более активно и приходить на матчи. То есть, я думаю, что это и покажут и цифры, то есть, все это видно. Скажу так, что клуб делает очень много для болельщиков, всякие активности, там, мероприятия. То есть, всегда тематические какие-то матчи присутствуют в наших встречах, поэтому, я думаю, это тоже способствует приходу болельщиков на эту трибуну. Причин у такого интереса со стороны болельщиков всегда несколько. Но главная из них – команда. В этом сезоне у Динамо впервые за 4 года новый главный тренер, а вместе с ним новые схемы, задачи игроков, одним словом, новое лицо команды. Это привлекает. Однако, несмотря на приход нового главного тренера, стратегия клуба осталась прежней. Динамо растит талантливую белорусскую молодежь, которая в будущем будет защищать честь сборной и уступать в сильнейших клубах КХЛ, а может быть, и НХЛ. В этом сезоне особенно ярко засверкали парни, с которыми тренерский штаб Зубров работает не первый год. Пинчук, Мороз, Колосов. И этот список можно продолжать. Да, наверное, основное – это как бы доверие, что много ребят играют и в течение сезона, и дают дебютировать тем ребятам из Роли, из МХЛ. Все работают по одной системе, и Шинник готовит ребят, как бы сюда. Вот один, например, Даня Липский, который поднялся и совсем не выпадает на уровне КХЛ. Ну, вот, я считаю, что, да, как бы самый главный фактор – это доверие. Чем больше ты играешь на льду, тем больше уверенности приходит. И со временем, в следующий позу, в следующий ты уже много себя увереннее чувствуешь, легче заходить в эту лигу и становиться более важным. Быть человеком в команде, не набрать лидерские какие-то роли, не набрать очки – это вот одно и самое главное качество. Хватает в команде настоящих дебютантов, которые только в прошлом году здорово проявили себя в МХЛ и экстралиге, а уже в этом сезоне получили свои шансы в главном клубе страны. Это очень важно, играть с мужиками уже, как бы здесь все по-другому, учиться здесь, переходить на взрослый уровень и стараться закрепить в составе, там, играть, доказывать, что мы будем здесь играть. Молодым пацанам все видят, что из шейника, там, из фарм-клубов можно попадать в Динамо спокойно, надо просто доказывать и всех выиграть. Любые молодые игроки, даже самые талантливые, в своем возрасте пока не могут похвастаться стабильностью. Это отражается на результатах команды. Ноябрь для белорусского клуба получился турбулентным. У Зубров 4 победы при 8 поражениях. Хотя нельзя не сказать, что играли динамовцы с нынешними топами КХЛ, в числе которых Авангард, Локомотив, Магнитка, ЦС Калада и московская Динамо. Ну, это был сложный месяц, много матчей было через день, были такие серии длинные, плюс выездные серии были. Поэтому, ну, для нас сложился он сложновато. В сложный ноябрь традиционная проблема Динамо. И в последние годы команду умело выруливало на нужные позиции к плей-офф. Решение хоккеистам уже известно. Правда, на словах просто, на деле намного сложнее. Когда просто надо работать и стараться забивать первыми, я думаю, тогда придут победы. В прошлый матч мы забили, первый повели в счете и смогли игру довести до победы. Тренерские штабы и игроки вовсю стараются переломить ситуацию в свою пользу. В стороне не остается и руководство. Селекция идет до последнего дня трансферного окна. Кажется, так говорят все менеджеры. Вот и Динамо одного легионера сменило другим. На смену Джимелу Смиту пришел Брэд Ричи. У него более 400 игр в НХЛ. И, как отмечают многие журналисты, системе главного тренера он должен подойти как нельзя лучше. Для меня это новая лига, которая находится на другом конце мира. Но я не переживаю за это. В нашей игре есть много хороших вещей, но также нам нужно кое-что поправить. В конце концов, нам не удалось показать сегодня 60 минут идеального хоккея. А это то, к чему мы стремимся. Времени на адаптацию у Ричи совсем немного. Игрок присоединился к команде после недавней выездной серии. И уже дебютировал за Динамо в матче против ЦСКА. Очков пока не набрал, поэтому главные его успехи верим еще впереди. Адаптация была плавной. Понятно, что самым сложным был долгий перелет и смена часовых поясов. Но ребята были великолепны. И тренеры помогли мне перевести все на английский. Что очень сильно упростило мне жизнь. Поэтому адаптация получилась довольно хорошей и плавной. Игра с ЦСКА была моей первой за долгое время. Поэтому ноги были немного тяжелыми. Возможно, все дело в дороге. Но я думаю, что с каждой игрой мне будет легче. До международной паузы Динамо предстоит еще 4 матча. Но это выезд на Дальний Восток. Будет непросто, но и Зубра готова к таким вызовам. Ну, я скажу так, что этот выезд всегда непростой. Потому что очень большие перелеты, смена часовых поясов. Плюс мы едем в Москву, потом летим дальше. То есть меняем часовые пояса. Ну, это всегда сложный выезд. Играем утром, мало спим. Вот. Поэтому надо просто справиться с этим все. Ну, обычно мы живем по минскому времени. Потому что не имеет смысла менять часовые пояса. Потому что мы туда приезжаем буквально на 5 дней. А потом мы летим еще и в Новосибирск. Там другое время. Уже на 4 часа, а не 7 часов разница. Поэтому будем жить по минскому времени. И, в принципе, вот так у нас каждая поездка проходит. Ну, туда, на Дальний Восток. Мы живем по минскому времени. В ближайшую неделю «Динамо» проведет на выезде. Маршрут непростой. Минск-Москва, Хабаровск-Владивосток. Матчи с ЦСКА, Амуром и Адмиралом пройдут в среду, пятницу и в воскресенье соответственно. Как на качелях. «Динамо»-мошинник после неудачной серии с лидерами «Золотого дивизиона» не миндальничал в спаренных встречах против «СКА Карелии». В двух матчах команда Андрея Михайлева забросила 14 шайб. Правда, затем в гости приехал «Атлант» и в обедная серия прервалась. Мы сегодня, наверное, мало бросали. Вчера было больше бросков. Сегодня у нас меньше было опасных моментов. То есть, если посчитать, там на две команды, может, 16 шансов на две команды. Поэтому это маловато. Почувствовали, что повели в счете, в инициативе, где-то немножко расслабились. Получили гол на контратаке. Потом в овертайме допустили ошибку. Тем самым поплатили за нее. Проиграли матч, хотя могли выиграть. В воскресенье «Динамо»-мошинник и «Атлант» сыграли снова. Белорусскому клубу «Кахел» совсем немного не хватило для того, чтобы закрыть неделю на мажорной ноте. Команда уступила в овертайме 3-4. Но очко зацепить все же смогли. Впереди у парней две встречи с тульским АКМ-юниор, а затем наша команда отправится на выезд в Хабаровск. Но перед этим ждет Бобров еще одно яркое событие. Андрей Михалев, Даниил Липский и Иван Шатила представят команду на Кубке вызова в Туле. Этаком матче звезд молодежной хоккейной лиги. Перемещаемся за океан, где белорусы неплохо проявляют себя в главной лиге мира. Впервые сезона 2010-11 по ходу одного чемпионата НХЛ сыграли четыре белоруса. Егор Шарангович и Илья Соловьев за Калгари, Алексей Протос в составе Вашингтона и Владислав Каличенок за Аризону. Для последнего дебют в нынешнем сезоне прошел крайне неудачно. Влад успел провести на площадке 6 минут и 9 секунд и в середине второго периода угодил под жесткий силовой прием Жонатана Маршесо. После столкновения игрок обороны отправился прямиком в раздевалку. Так что пожелаем здоровья нашему защитнику. Егор Шарангович настрелял за неделю четыре очка. В недавнем матче против Далласа белорус заработал три результативных балла. Однажды забросил и дважды отдал голевую передачу. И был признан третьей звездой встречи. Остались при своих. Когда встречаются лидеры турнирной таблицы, все остальное уходит на второй план. Неделя в экстралигии прошла под знаком противостояния Витебска и Шахтера. Накануне матчи и клубы имели одинаковое количество очков, однако горняки располагались выше по дополнительным показателям. Чуприс против Юпатова, Шалагин против Гимбатова. Спаренные матчи были разогреты качественно и оправдали ожидания. В понедельник победу одержал Шахтер, и витебские болельщики ждали реванша в среду. За 30 минут до стартовой сирены в фойе Витебского ледового дворца спорта многолюдно и шумно. Люди спешат на вторую игру главного хоккейного противостояния этой осени. Если нахождение солигорской команды в топе турнирной таблицы из года в год привычное для зрителей экстралиги явление, то идущие на втором месте «Медведи» как минимум удивляют. Я не думал, что наш Витебск в этом году таковы по каждому результату. Это очень хорошо. Молодцы ребята, конечно, стараются, бьются. Мы в шоке. По сравнению с игрой в прошлом сезоне, эта игра на голову выше. Только Витебск и только победа! Я думала, что Витебск не будет на столь высокой позиции. Там, возможно, на третьем каком-нибудь месте. Но сейчас смотрю, ну, мне нравится на самом деле такой расклад. «Шахтер» — это было для меня ожидаемо, потому что по прошлому году они тоже были на высокой позиции. Ну, не сдают они свои позиции. На электризованность в воздухе не то чтобы витало, но определенно чувствовалось. Хотя оба тренера, чтобы не нагнетать обстановку, вставили друг другу матчи рядовые. Я к тому, что в кавычках говорю «рядовые матчи», но встречались два лидера. То есть мы сами понимали, что он не хотел нагнетать обстановку, чтобы ребята не переживали, не перегорели. Все сами прекрасно все понимали. Он так со смешинкой поговорил про слова «рядовые». Так все прекрасно понимали, с кем мы играем и какие команды играют против друга. Хорошо, Гриш, хорошая борьба. Молодчики, молодчики. Пойдет нормально, нормально. Ничего, мужики. Принципиальность противостояния «Витебск» «Шахтер» обрело совсем недавно. В памяти многих еще свежи воспоминания от недавнего финала Кубка Солея. Это уже пару лет прошлых, особенно начиная с плей-оффа. Два года назад, когда играли 4-0 в серии, тогда «Витебск» выиграли. С того момента началась небольшая закусочка, как говорится, между нашими командами. Здорово. Финал Кубка Солея добавил перчинки еще больше. Пацаны, смотрите, второй темп накатывают часто. Разворачивают внизу и вторым темпом накатывают. Перца хватало и перед самим матчем. Сможет ли «Витебск» прервать победную серию «Шахтера»? Продолжит ли свою голевую феерию Михаил Шалагин? Отличатся ли в этих встречах братья Гимбатова, которые перешли в состав «Медведей» из Солигорска? Интриг было более чем достаточно. Подогрели вообще замечательно. И вообще я хочу отметить работу вообще «Медиа» в хоккейном мире сейчас, да, белорусского спорта. Именно хоккей, в частности. Шагнул очень-очень прилично. Я считаю, что для Валеричика это вообще изумительно. Ярослав Чуплиц, как обычно, эмоционален. Иногда складывается впечатление, что вот-вот и сам рванет на лед. «Давай, давай, туда, туда переводим, мужики!» «Солны, вбрасывание, вбрасывание!» Не отстает от коллеги и Роман Юпатов. «Клюков, вы сейчас вот в атаке, вы вроде зацепились за шайбу. Потеря, плохой возврат. Один троих разувает на одном метре. Заезжают в зону и пошла позиционка вас крутит. Они не рискуют, он сбрасывает ее через борт. Ты опять опаздываешь по борьбе. Ты должен идти, Леша, втыкаться в борьбу». От таких игр получаешь удовольствие. В особенности, когда есть возможность слышать мысли тренеров. Витебской публике повезло. Обе встречи получились изрелищными, а команды остались при своем. «Если счет 1-1, то, наверное, он закономерный. Глупо говорить по-другому. Две, скажу так, честные игры, которые первые выиграли честно мы. Сегодня честно выиграл соперник». «Просто перемещайтесь, вы стоите замороженные, с ними вяжетесь. На дальнюю, чтобы вам вот эти прострельные какие-то отскоки ищите». А вот тренер Витебска после окончания мини-серии признался, что команде даже пришлось дать выходной после поражения, чтобы перезагрузиться. «Первая игра, она была в первую очередь для нас такая больше информационная в плане психологии. Было тяжело ребятам, это было видно. Наверное, давление, в первую очередь за ответственность ребят самих за результат, она наложила на первую игру отпечаток такой именно скованности, и многие действия не получались. «Самое важное, что мы сделали выходной, не ругать лишний раз, а наоборот дать им немножко глоток воздуха, глоток веры. Это оказалось самое главное на вчерашний день. Но это, скажем так, разовое мероприятие, поэтому в другой раз это может быть и не сработать». В понедельник Роман Антонович говорил об неких оковах неуверенности. Уточняем, в чем это проявлялось. «То, что ребята ответственно подходят, относятся к самому делу, к клубу, к болельщикам и всему остальному, оно и накладывает эти оковы, потому что ребята переживают за общий результат. Нам больших трудов было, стоило того, чтобы добиться, чтобы полные трибуны собирались в нашем ледовом дворце за последние годы, и поэтому мы чувствуем ответственность перед болельщиками, и нам нельзя играть плохо. Конечно, бывают результаты и отрицательные, но сегодняшняя игра имела для нас в плане турнирной таблицы очень важное значение и придала двойную мотивацию». Я прекрасно понимал, для чего, во-первых, я здесь нахожусь, да, и для чего меня сюда приглашали. Команде важно привить дух победителя. Самое важное – просто поверить. Как вы сказали, просто не просто победа, как в том полтора года назад, как вы говорите, это как достижение какое-то, да, а чтобы это была закономерность. И мы справляемся с этим неплохо, и дай бог больше. «Хватит ли вот сил, морально и физически, еще на этой дистанции?» «Хватит, поверьте, хватит». Евгений Соломонов и не мог ответить иначе, ведь его прокат после победных матчей с дочками стал уже своеобразным ритуалом. «Предыдущую игру мы проиграли, жена рассказывала, что девочки расстроились, плакали, поэтому я не мог подвести их сегодня, и старались победить, и им это нравится. И видите, это, как можно сказать, такой мини-ритуал, такой победный для Витебска. Все, пойдем, пошли». Витебск в среду победил 2-0 благодаря шайбам Ахмеда Гимбатова и Егора Степанова. Морильщики возвращались домой счастливыми и желали Евгению Соломонову меньше расстраивать дочерей. Это была классная мини-серия. То ли еще будет. «Шахтер, вернувшись домой, проиграл второй матч подряд. На этот раз Неману. Такое в этом сезоне для горняков явление редкое. Приход Сергея Пушкова в Брест не мог не отразиться на результатах. Так и получилось. Зубры выиграли два выездных матча у юности. По-хорошему удивляет и Лида, которая лишь в овертаме уступила Неману, а затем в серии буллитов победила Гомель. Такой запал пусть пока и не поднял Лиду с 11-го места, но вплотную приблизил к очковой зоне плейн. По итогам игровой недели случилось сразу две рокировки в таблице. Неман сместил юность четвертой строчки, а вот Витебск на вечер понедельника захватил лидерство в чемпионате. Не обладая мощным ресурсом, они стали возмутителями спокойствия и грозой признанных авторитетов. Лида в этом сезоне команда противоречия, которая может влететь в Могилеву 0-4, но спустя некоторое время победить, например, Витебск. В подые горячие руки и клюшки попадали уже практически все лидеры. Металлург, Юнос и на минувшей неделе Гомель. Накануне ответного матча с рысями мы напросились в гости к Юрию Чуху. Понаблюдали за тренировкой и задали коучу с десяток актуальных вопросов. Юрий Чух рисует комбинации на планшете. Накануне его команда взяла два очка в матче с Гомелем. Правда, плотный календарь не подразумевает никаких пауз и отдыха. Даже несмотря на очередной снятый скальпс, признанного авторитетом. В этом сезоне рыцари побеждали практически всех лидеров. И это несмотря на довольно скромные по меркам экстралиги возможности. Лида не такая простая на данный момент, как может всем кажется. Мы стараемся где-то сделать коллектив, где-то немножко укрепляемся точечно, потихонечку, постепенно. Где-то оборону, где-то нападение немного. А с каждой игрой мы показываем более стабильную игру именно в тех компонентах, в которых мы нуждаемся на данный момент. Мы очень нуждаемся в очках и стараемся играть именно на результат. Независимо, что происходит, как. Мы команду настраиваем именно набирать баллы, которые нам необходимы, которые нам очень нужны, чтобы выполнить какие-то определенные задачи, которые стоят перед нами. Любопытный, но решающий булит во встрече с Гомелем реализовал Даниил Сапко. Парень вернулся в Лиду около недели назад и не дрогнул в определяющий момент. Была уверена, что в хоккейной лотерее дожмем, говорит тренер. Мы выиграли все три булитных серии, которые у нас были. И мы не меняли хоккеистов, но до пятого игрока у нас не доходила очередь. Мы выигрывали буквально в четыре игрока, и пятый у нас постоянно был под вопросом. И тут, когда стал выбор, кто будет бить в пятый, у нас было два варианта. И пал выбор именно на Сапко, и он его очень здорово и красиво исполнил. Этой осенью они побеждали Витебск, Юность и Гомель. Правда, умудрялись при этом без вариантов проиграть командам, сопоставимым по классу. Выработалась такая тенденция немножечко, что мы именно с этими командами, которые больше созидают, больше владеют инициативой, нам с ними немножко легче играть, потому что в принципе разрушать всегда легче, чем созидать. Когда в Могилеве соперник откатился, и нам надо было больше созидать, у нас, к сожалению, это не получалось. Из-за этого у нас уже соперник действовал на контратаках, хорошенько нас ловил. Из-за этого у нас появлялись проблемы, из-за этого такой результат. А вот именно с этими командами, которые выходят, знают, что Лида, они должны Лиду обыграть. Ну, еще раз повторюсь, Лида не такая простая на данный момент, чтобы так легко обыграть. Так что нам, мне кажется, нам легче играть именно с этими соперниками, где нам больше нужно именно не созидать, а разрушать. Экстралига стала ровнее с точки зрения класса. Команд считает тренер. Отсюда и ряд неожиданных результатов в гладком чемпионате. Здесь каждый может обыграть любого соперника. Так что тут, я говорю, тут именно зависит все в некоторых нюансах. То есть, как сыграет фронтарь, как сыграет, насколько мастеровитые хоккеисты, другие команды будут реализовывать свои моменты. Тут только такие нюансы, где вот именно они влияют очень сильно на результат. Мы больших звезд в Лиду сюда привлечь не можем в силу наших обстоятельств, именно финансового плана. Именно еще каких-то нюансов. Но все дело, я думаю, в коллективе. И тут на данный момент у нас собрался очень хороший коллектив, которые бьются, ребята, которые идут к какой-то цели, пускай не к самой высокой. Невозможность привлечения звезд Коуч компенсирует привлечением внимания. В недавнем матче с Витебском, который Юрий Николаевич пропускал из-за высокой температуры, тренер вышел в прямой эфир по телефону из квартиры. «Я за любой движ», – улыбается Чух, – готов еще экспериментировать. Ну вот, две минуты большинства для Лиды, и мы решили все же еще раз с Юрием Николаевичем Чуком пообщаться в прямом эфире. Вы придумываете, я на все согласен. Я за все интересное. Почему нет? Это должно быть все открыто. Это все должно быть для общественности, для публики, для зрителей. Это все, что интересно, я на все готов. На данный момент Лида идет на предпоследнем месте турнирной таблицы. К какому результату будете довольны ближе к весне? Юрий Николаевич свои возможности оценивает объективно и без бравады. Нам надо попасть в плей-ин, затем пройти его и попасть в плей-офф. Это, я считаю, будет и хотя бы выиграть один матч в плей-офф, потому что Лида еще ни разу не выигрывала, скажем так, в плей-оффе. Это будет сверхудачный сезон, скажем. Каких сюрпризов ждать в белорусском чемпионате на предстоящей неделе, не знает никто. Но тема прекрасной та лига, где каждый может обыграть каждого, а матч с самой заурядной вывеской может превратиться в настоящий блокбастер. Наверняка удивить хоккейных болельщиков вновь попытается Лида, принимающая дома «Металлург». Интригующим также выглядит противостояние Гомеля и Шахтера. Мы же предложим зрителям Ясное ТВ подключиться к матчу Могилева и Локомотива в субботу, а в воскресенье провести за просмотром встречи Юности и Динамо Молодечна. На этом у нас все. Желаем вам как можно чаще находить время на хоккей. До встречи на канале Ясное ТВ в следующий понедельник. Субтитры подогнал «Симон»!